Если говорить о сегодняшней ситуации, то идёт очевидно совершенно разраст от нового, как мы говорили, строительства зоны. Потому что ничего другого пока не видно. А вот что дальше будет, я склонен считать, что картина должна быть примерно такая. Мы должны, нам придётся вернуться в 50-е, а то и 40-е годы, по технологическому развитию, то есть очень сильно отползти назад. Но с некоторыми специфическими вещами. Ну, например, а кто будет оплачивать интернет? Вот сегодня интернет оплачивается по инвестиционному механизму. То есть люди, которые рассчитывают заработать, вкладывают деньги. А потребитель получает интернет бесплатно. А если у нас резко упадёт употребление в мире, будет ли рентабельно содержать все эти дата-центры и прочие разные элементы инфраструктуры? Неочевидно. Ещё один вопрос. Если будут распады мира на валютные зоны, будет ли там каждый слой интернет? Или это будет единая система? Кое-что, вот тут молодёжь сидит, да, по поводу того, что делать. Смотрите, мы знаем, что есть Фейсбук, есть Гугл, есть ИМЭЙ, ещё там разные вещи, которые, альтернативы которых на Западе уже не будет. Это не рентабельно. То есть нового Фейсбука не будет. Он один. Когда мир распадётся на валютные зоны, в каждой валютной зоне должен будет свой Фейсбук. Хотя, потому что языки будут разные. Про ИМЭЙ я даже не говорю. В латиноамериканской зоне или в китайской вы не сможете там ничего делать, потому что нужны будут платежи. Либо, значит, я уже не знаю, как будет валют в Латинской Америке называться, а в Китае будет юань. А эта штука добрая. Вот вам уже есть технологии, которые теоретически можно повторять. Значит, если говорить о моих фантазиях, то фантазиями мы вернёмся в эти самые 30-40-е годы, перейдём к социалистической модели экономики и постепенно будем переходить от общества научно-технического прогресса к обществу социального прогресса. Но это, по-инсключительно, личное измышление научно-технического.